Больной вопрос для горожан – это закрытие две почты. На набережной почты закрыты и на площади почты закрыты. И самое интересное – написано объявление. На набережной написано объявление – обращайтесь на площадь, на Дыбцино. На Дыбцино на площади написано объявление – обращайтесь на Пушкино. Вот гоняют пенсионеров с одной почты на другую почту. И в конечном итоге народу очень много на Пушкино на почте. Ко мне ветераны и заходят в совет, и на улице встречают, иду раз, а она говорит, вот понимаете, две почты уже прошла, побежала уже дальше куда-то там, за Пушкино. А я ей сказать ничего не могу, понимаете? Вот действительно, что жалко стариков. Из объявления на набережной 12 можно понять, что почтовое отделение не работает с 1 июня. Несмотря на то, что отделения закрыты по техническим причинам и есть извинения за доставленные неудобства, у горожан все же остается вопрос, как долго это будет продолжаться. Хотя ответить на него не смогло даже руководство Котловского почтампа. Почтовые отделения из реестра индексов не исключены. Они не то, что у нас закрыты, и они не восстановятся и работать не будут. Отделения связи будут работать, когда мы найдем туда людей. Как заверило руководство, почтовые отделения будут функционировать, как только появятся сотрудники. В их поиске ведется активная работа. С нашей стороны в Центр занятости заявки поданы, размещены вакансии на работу в 7, зарплата РУ, работа РУ, ВКонтакте были заявки выложены. Как только появятся люди, как только будут претенденты, мы будем их обучать. Постараемся это сделать очень оперативно, и отделение связи откроется. За два месяца в адрес почтампа было направлено всего два резюме, но на собеседование претенденты не пришли. Есть надежда на осенний сезон и возрастающую в этот период деловую активность. Ну а пока коряженцам придется обходиться тремя работающими почтовыми отделениями. Продолжение следует...